Уху, наконец то, самое веселое начинается Музыка Ой! Посмотрел я на статистику в первом видео по спору и просто охренел! Ребята, более 50 000 лайков на первом видео? Вы серьёзно?! Это игра, которой уже более 10 лет, и она не обновлялась Вау! Я просто в шоке Ну, я был в шоке когда увидел эту статистику А вообще, прямо сейчас мы записываем третью серию, и за эти две серии, которые у нас были, мы прошли этап клетка, прошли этап существо, и прямо сейчас переходим на этап племя. Ух, мы все еще идем в дружелюбие, потому что это проще, это поможет в дальнейшем, и поехали. А, да, ну конечно, конечно, нам же сейчас нужно еще поменять свое существо. Я на самом деле пока спал, пока не снимал видео, немножко подумал о том, как бы я хотел увидеть это существо. И я вижу то, что ему нужно добавить побольше глаз, вот так будет смотреться куда круче, мяу. По-любому поменять рот, потому что этот вытянутый мне не нравится. Во, полнозлоб, или как оно там, полнозоб, идеально. И все, по сути мне больше и добавлять-то нечего, разве что полет можно улучшить, сейчас он у меня какого? Второго уровня, а можно сделать третьего. Кстати, вы понимаете, да? Получается в этой игре нет полета первого уровня, он минимум идет второго. Я более чем за 10 лет только сейчас это понял, охренеть. Ну ладно, вот такой вот у нас смешарик-бабочка-маландрак получается. И поехали! Ух, ура, эволюция! Начиная с этапа племени, мне игра улыбается. Я не знаю, она мне начинает нравиться именно с этапа племени, ибо клетка это, я уже говорил, скучно, этап существо это заезжено, ты тупо ходишь, дружишься, поешь, больше ничего не делаешь, ты даже нормально распределить свое ДНК не можешь, ибо на этапе существо у тебя его полным-полно. Все, эволюция пошла. Все, что нужно было сделать, это, конечно же, палкой по башке ударить. Кстати, в реальной жизни, по-моему, так и работает. Иногда говоришь какую-то хрень, тебя берут палкой, по голове бьют. Было же такое, да, у вас? Ну было, да? Нет, не было? А че, это у меня у одного так было? Что-то мне аж грустно стало. Эээ, так, ладно, поздравляем, вы готовы перейти на этап племя. Уху! Наконец-то! Самое веселое начинается. И, в принципе, с каждым этапом будет становиться только интересней. Вот прям обожаю, обожаю, начиная с этого момента, эту игру. Юху! Наш первый домик! Еее! Красивый домик, ничего не скажешь. Ваши подопечные научились высекать огонь, мастерить инструменты и возводить примитивные постройки. Но вскоре на планете начнут появляться другие племена. Ваши будущие соперники. Будьте бдительны. Мы играем на среднем уровне сложности, значит, будет немножко жопа. Так, и первым делом нам нужна еда. Вот смотрите, это еда. Сейчас я немножко подвинусь. Ээээть! Вот, 15. Слушай, монтажер, наверное, оставь меня пока что вот здесь. Не будем двигаться, да? 15 еды. Замечательно. Нам надо тогда собирать... Аа, подождите! Мы у нас травоядные, да? Или с этапа племени мы можем кушать абсолютно всё. Вот это, если честно, я даже позабыл. Три года последний раз играл и из головы вылетело. Ну, вроде бы мы на этот раз можем есть даже мясо. Несмотря на то, что мы были травоядными. Всё, собираем сейчас пищу. Нам нужно как можно больше. Ибо... Мы начнём улучшаться. О, что? Что? Уже так быстро? А чё ты? Да-да-да-да-да-да-да-да, жопомахи. На планете появилось враждебное племя Бородасень. Нееет! Нееет! Почему так быстро? Нечестно, ребята, нечестно. Кто они мне хотя бы? Они добрые? Они ко мне относятся нейтрально. В принципе... Это нормально. Тогда они меня хотя бы бить не будут. Мы сможем немножко сейчас поразвиваться. Дело в том, что я хотел зайти в меню племени, далее зайти в снаряжение и улучшить своего чувачка. Я хочу ему собирательство пищи увеличить. И общение. Так, да, вот такую вот шапочку ему добавим. Сделаем ее чуть-чуть поменьше, потому что мне изначально не нравится, как она выглядит. Но ее нужно добавить. Не, я... Нет, точно нет. Пусть она лучше будет за ушами. Да, и собирательство пищи. Здоровье мне не понадобится. Мы уже помним то, что идем в дружбу. Крепкую дружбу. Общение. Вооо, сбор пищи. Гульфик. Или гульфик. Хрен знает. Ну, допустим, это рюкзачок, который я реально хочу нацепить прямо на спину. Теперь наши подопечные, наши маландраки будут таскать кучу еды. И все будет прекрасно. Больше, в принципе, нам ничего улучшать пока что не надо. Так, а что у нас тут? Живительная буря и фейерверк. Живительная буря. Вот что она дает? Вы думаете, я помню? Хе. Нет. Но я хочу попробовать, что она делает. Поэтому, что мы сейчас сделаем? Хе-хе-хе. Подойдем, наверное, к еде. У меня такое предчувствие, будто бы эта живительная буря берет и со всех растений кидает плоды. Ну-ка. Давай-давай-давай-давай-давай. Поехали. Еее, я был прав. О, да. Стой! Стой, это моя еда, твари! Твари вы эдаки, это моя пища, не трогайте. Мы сейчас потратим немножко еды и приручим одного этого многощупа. Во, 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 он приручился. Пойди, теперь они еду мою трогать не будут. И они будут также нести яйца. Все-таки за три года что-то у меня в памяти отложилось. Это прекрасно. Мне нужно сейчас создавать детенышей и начать строить здание. Я иду в дружбу, значит, добавлю трещотки. Будем танцевать перед ними. Можно, в принципе, даже сейчас идти уже, наверное, дружиться, потому что мы прокачали общение. С едой у нас теперь проблем, ну, что-то типа нету, да? А, ну хотя нет, детей же еще надо вырастить, точно. Дети постоянно требуют поесть. Ах, это малышня. Здесь у нас пять жителей, наших пока что трое, но двое растут. Воу, 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 какой-то твареныш напал на мои запасы пищи. Он хотел украсть у меня еду. А, кстати, он у меня даже украл еду. Две штучки. Ах, он тварь. Так, что это, кстати, фейерверк? О, с помощью фейерверка по еде можно дружиться, да? Это можно где-то здесь посмотреть? Воу, 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 воу. Фейерверк. Вождь запускает фейерверк, что положительно сказывается на отношении с соседями. Это хорошо. Но это же то, что нам надо. Мы как раз собирались сейчас пойти потанцевать. Но перед этим надо добавить еще одного жителя. Ой, что это такое? А, ты все-таки кушаешь мою еду. Ну зачем ты это делаешь? Ну зачем ты это делаешь? Это же моя еда. Я потратил целый скилл на нее. Пшел отсюда. Так, ну у нас 12 пищи. На одного детеныша как раз хватает. Детеныш почти вырос. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вождь, стой здесь пока что. Я не знаю, можешь потанцевать. Обожаю эту игру. Просто обожаю. Как мы сделаем? Один чувак, наверное, у нас продолжит таскать пищу. А мы в пятером пойдем и подружимся. Потому что, ну мы прокачали общение. По идее, нас пятерых будет достаточно. Это не точно. Но я сам на это надеюсь. Можно, в принципе, еще фейерверк попробовать заюзать. Ибо это интересно. Да? Посмотреть, что же даст этот фейерверк. Я его, по-моему, еще ни разу не юзал. Да ладно? Они сразу становятся мне друзьями. Вау. Ну, слушайте, это круто. Потому что нам нужно всего лишь один раз с ними подружиться. Они будут таскать мне еду. Они будут обеспечивать меня союзом. Ну, то есть, своими чувачками. Будут помогать в войнах. И поселения коричневые стали вашими союзниками. В память об этом знаменательном событии они подарили вашим подопечным новый фрагмент для тотемного столба. А также поделились своими инструментами и снаряжением. Теперь их можно приобрести в меню племени. Хм, спасибо, спасибо. Это означает, что теперь у нас будут не только трещотки. А, да, и смотрите. Наше племя. А, ну, конечно. Как обычно, как и с мозгом. Чем больше у тебя друзей, тем больше власти. Черт подери, а ведь это реально очень похоже на реальную жизнь. Чем больше у тебя друзей, влиятельных друзей, тем больше у тебя у самого власти. Какого хрена? Эй, игра. Я хочу пожаловаться на эту игру. Ладно, ладно. Племя развивается, теперь у вас есть ежена побольше. Максимальное число существ. Девять. Ну да. Все, по идее, нам еще и теперь будет доступна новая ловля еды. А, плодосборники. Я думал, что у нас остроги добавятся. То есть мы сможем ловить рыбу. Ну ладно, плодосборники это тоже круто. У нас теперь фрукты будут добываться быстрее. И смотрите, на карте появились новые чуваки. Кто-то меня дико ненавидит. Кто-то меня просто ненавидит. А кто-то тоже ненавидит. Что? Вы охренели совсем, что ли? Так, мне надо дождаться фейерверка. На меня три племени может напасть. Ребят, я боюсь проиграть. Просто на среднем уровне сложности, я помню, когда пытался пройти племя, я проигрывал. И сейчас мы играем на среднем уровне сложности. То есть у меня реально есть шанс проиграть. Тем не менее, давайте мы дадим им указание добывать пищу. Можно в принципе, чтобы обороняться, добавить факелы. Да нет же, факелы они что? Против живых существ они малоэффективны. Фак! То есть мне надо просто идти и задабривать своих врагов. Пойдем, наверное, вот этого чувака задобрим. Смотрите, видите? Просто им дар принесем. Поселение Бирюзовое, преподнесите жителям дары, чтобы подружиться. А затем попробуйте заключить союз. Вот, вот, то, что мне надо. Это вам, ребят, это вам, не бейте меня. Что? Что? Вам не понравилось? Я вам еды несу, твари! Вы что делаете? Я хочу с вами подружиться, чтобы вы меня не атаковали. Воооо! Ну вот же, так и надо! Теперь мы несем еду этим чувакам, розовым. И мы так сейчас по чуть-чуть, по чуть-чуть всех задобрим. Ой, смотрите, меня обычные существа даже ненавидят. Они, конечно, со временем снова начнут меня ненавидеть. Но, по крайней мере, мы отвлечем их. Мы накопим за это время детей, добавим трубы. Кстати, про трубы я уже и успел забыть даже. И пойдем снова дружиться. Давай-давай-давай-давай, розовый! Пожалуйста, надеюсь, ты не успеешь на меня напасть. Вот такой-то. Идеально. И остается только сиреневый. Надеюсь, за это время меня бирюзовые не успели возненавидеть. Нет, все нормально. Короче, мы так постепенно-постепенно сейчас со всеми реально подружимся. Главное то, что у нас есть плодосборники. И еда добывается быстро. Живительная буря, кстати, еще появилась. Можно ее использовать и еще быстрее добыть еды. Давайте-давайте, ребята. Почему ты стрещо... Почему у нас четыре чувака с стрещотками? Я же вроде сказал им плодосборники взять. Что? Ладно, может быть, я реально это забыл? Может быть, я не давал такое указание? Но я дурак, значит. Все, пусть они идут добывать пищу. А я еще думаю, что она так медленно добывается? Тупица. Ладно, добавляем трубы. Сейчас пойдем тогда уже дружиться. Еду мы этим временем несем. Нормально. Мне хочется подружиться с теми, кто меня больше всего ненавидит. Это, скорее всего, будут бирюзовые. А они, кстати, по-моему, даже прокачаннее, чем остальные. А, не. Точно так же. Но в любом случае, я хочу с ними. Чтобы они меня вот любили. Прям обожали. Надо только дождаться, пока дитё вырастет. Хотя, наверное, и не обязательно. То есть, сколько нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Трое берут щетки. Потом у нас трубы. И пойдем к бирюзовым. Которые меня уже ненавидят, господи! Они начинают меня не любить. Ну, как же так, ребята? Я же только что вам дары принес. Понимаете, совсем чуть-чуть времени прошло. О, у нас, кстати, еще один может теперь трубы взять. Еще один! Вау! Да вы посмотрите, какие мы модные. У нас у всех сейчас инструменты, и мы сможем 100% подружиться. Погнали. Так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Только не успейте на меня напасть. Блинский, вы посмотрите. Розовые теперь меня снова ненавидят. Как-то тяжеловато. Я не представляю, что там на тяжелом уровне сложности. Так, сначала задобрить нужно, по-любому. Совсем уж про это забыл. Потом надо сразу кинуть фейерверк. И после этого дружиться. Давай. Еееее! Получилось! Уху! Сейчас добавится новый тотем. Но, по-моему, пока что они мне ничего не дадут, да? А, нет. Инструменты и снаряжение ваших союзников теперь доступны. Еее! А вы не хотите сказать то, что у меня теперь появились еще и дудочки? Ну, конечно! Надеюсь, за это время на меня розовые не нападут. Что? 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 Вы посмотрите! Розовые начали воровать у меня пищу, твари! Они воруют! Нет, не бегите за ним, не бегите, ребята! Не делайте глупостей! Охренеть! Кстати, надо яйца собрать. Ты посмотри, зараза эдакая! Не, надо тогда, наверное, подружиться с ним как можно быстрее, чтобы он на меня не успел напасть. У меня же вообще никак не прокачана атака с момента существа. Как бы атака реально, она передается с этапа существа, а так как я ее там вообще не качал, я никому не смогу дать отпор. Вот в чем проблема, понимаете? Так, ладно, три трубочиста, далее три-три-три-три щатиста и две дудочки. Все, сейчас пойдем дружиться. Аааа! Ха-ха-ха! Нет! Нет, пожалуйста, ребята! Пожалуйста, не нападайте на меня, ну не делайте глупостей! Придумал гениальную идею. Мы сейчас прокачаем оружие. Так, вот, оружие два и общение четыре, кстати. Мы же можем тогда эту шапочку сейчас убрать и корону повесить. Вау! Корона, кстати, выглядит даже получше. Намного лучше! Ну все, давайте, нападайте на меня. Правда, все, что мы можем делать, это кусаться. Нет, 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 плохая идея, очень плохая идея. Так, сейчас у меня, смотрите, какая идея. Пойти и сразу начать с ними дружиться. Плевать на все и плевать на всех. Просто идем дружимся. Они пытаются сломать мне все и вся, но мы на это забиваем. Ребят, пожалуйста, давайте, просто быстренько подружимся. Не бейте меня. Нет, не надо. Вы не будете бить меня, все, верно? Все, 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 все! Я просто гений! Ха-ха-ха-ха! Они меня могли сейчас реально уничтожить конкретно. У-у-у! Мне начали нести дары! Отлично! Меня любят, мне несут еду! Спасибо, ребята! Вы... вы лучшие! Мне как раз еды не хватало, правда. Все, и идем дружимся сейчас тогда не с розовыми, которые пока что ко мне нейтрально относятся, а с сирениуми. Они меня ненавидят. И мне нельзя делать так, чтобы они меня ненавидели. Привет, ребята! А что, если я не буду вам дарить пищу, а мы просто возьмем и используем фейерверк? Да ладно! А зачем я тогда еду тратил на вас? Зачем? Фейерверки, оказывается, любят всем. И все! Друзья навек! Три тотема. Сейчас у нас, по идее, еще и племя улучшится, да? Так, доступны новые инструменты и снаряжение. Угу. О-о-о! Какое у нас племя! Вы посмотрите! Это уж какая-то цивилизация полноценная. Возвращаемся тогда к себе на базу. Сразу создаем новых детей. И надеюсь, что на меня никто не успел напасть. Да, все нормально. Появилось новое племя, которое меня сразу же ненавидит. Мы с этим сейчас разберемся. Пойдем тогда возьмем, еды мы отнесем. Не надо, чтобы они на меня нападали, потому что у них очень крутое племя. Смотрите, а? Очень-очень круто смотрится, как и у меня прям домик. Наконец, у меня хотя бы топоры появились. Остроги, которые позволяют ловить больше рыбы. О-о-о! У меня вождь кушать хочет, а еды тупо нету! О-май-гад! Быстро, ребята, собираем пищу! Все-все-все-все-все! Плодосборники берем и идем копать, добывать! Я не знаю, что-нибудь делать! Нам нужна пища, иначе все, блин, мрут от голода. Ой, блин, мой вождь прям дико хочет кушать. Иди поешь, что ты стоишь-то? Давай-давай-давай-давай! Ну, смотри, какая яичница вкусная! Ммм! Классно, да? Поел, молодец. Можно даже сразу посмотреть, вдруг я могу общение до пятого уровня возвести. А? Здесь нет. Здесь тоже есть! Общение пятого уровня! О-хо-хо-хо-хо! Ну, знаете, я тогда корону-то уберу, наверное. Пусть будет маска здесь. Второе лицо на спине. Найс! Мы сейчас вообще легко подружимся. Это будет круто. Главное не забывать про детишек. Потому что, когда они вырастут, у нас появится больше союзников. У нас будет больше трубочистов, трещоткотистов, дудочистов. Я извиняюсь, если вас это как-то задевает. Просто мне нравится так говорить. Хотя это и неправильно, да. Всё, еды много. Берём теперь дудочки, трещотки. Ждём, пока дети вырастут. И берём ещё трубы. Чё-то я даже немного переборщил с едой. Смотрите, 66 у меня. Мне даже потратить уже некуда. Можно так, чисто для прикола остроги добавить. Мало ли, когда я не захочу рыбу половить. Всё, а теперь надо идти к розовым. Или всё-таки подружиться с оранжевыми. Они самые сильные, и пока они ко мне относятся равнодушно, в принципе, это хорошая тактика. Ой, мне там дар несут. Дар, это, конечно, прикольно, но извините, мне надо отойти. Мне надо пойти подружиться. Как раз почти и фейерверки готовы. За это время, надеюсь, кстати, розовые на меня не нападут. Иначе будет так себе. Меня убьют. Дома-то никого нет. О, я вовремя! Оранжевые уже успевают меня понемножку ненавидеть. Я, наверное, использую тогда фейерверки. Где вождь? Вождь, вождь, вождь. А почему вождь идёт последним, ребят? Это неправильно, это неправильно. Ребята, я мирный. Смотрите, с цветочками. Вот, использую фейерверки. Вот, хорошо. Фух, я уж испугался то, что они на меня сейчас успеют напасть. Замечены дикие животные, пищевые припасы в опасности. Пофигу. У меня куча еды. Фух, я немножко испугался. Да. Четвёртый тотем. А поселения оранжевые стали вашими союзниками. Тотемный столб почти достроен. Вам также доступны новые инструменты и снаряжение. Ключевое слово почти. Да, почти достроен. Мне надо, чтобы был достроен. Поэтому мы сразу идём дружиться с розовыми. И на этом этап племя, наверное, уже можно завершать. Да? Ну, простите, фейерверка у меня сейчас нет. Придётся задабривать едой. Надеюсь, на этот раз я не ошибусь. На самом деле, когда я играл в спор раньше, я думал, ну, блин, надо быть дебилом, чтобы ошибиться в кнопочках, когда тебе вот такой огромный рисунок дают. Рома, 21 годик. Да. Иеееееее, готово! Ха-ха, мы прошли. Проповедник, обратите пять вражеских племён в свою веру. Верьте мне. Тотемный столб достроен. Теперь вы можете перейти на этап цивилизации. Ееееееее, наконец-то! Вот с этапа цивилизации становится ещё интересней. Но, в любом случае, на этом, я думаю, пора заканчивать. Очень круто получается, да, один ролик, один этап. Конечно, я не думаю, что такое получится с этапом космос, потому что это нереально долгий этап. И мы там будем прям сидеть, такие... Ух, улучшаться, торговаться и так далее. Надеюсь, вы помните, что такое этап космос. А если вы до этого никогда не играли в споры, не смотрели, то будет интересно, обещаю. Всё, спасибо большое. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что на этом ролике наберётся 150 тысяч просмотров, не лайков. Хотя, если лайков, то я вообще охренею. И если вы здесь привык, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Ложка и спор космические приключения. Всем удачи, всем пока, 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 пока!